Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Халан и я приветствую вас на канале Процветок. Сегодня мы поговорим с вами о микоризе и о взаимодействии микоризы с некоторыми антагонистическими бактериями, которые входят в состав современных биопрепаратов для биологического контроля многих болезней. Для чего нужна растение микориза? Дело в том, что все хвойные растения, в том числе те, которые растут у вас на участке и в лесу, обладают микоризой на корнях. Корни не могут у этих растений всасывать питательные вещества с помощью корневых волосков. У многих растений их просто нет, поэтому они вынуждены вступать в симбиоз, то есть такое взаимодействие и сожительство с грибами, очень специфическими, которые и называются микоризой. Примерно 80% цветковых растений, то есть они не хвойные, не хвощи и не мхи, они также обладают микоризой. Но для цветковых растений значение микоризовых жизней гораздо-гораздо меньше. Очень большое значение микоризовых цветковых растений имеет для деревьев и кустарников, у которых толстые магистральные корни занимаются в основном удержанием растения в почве. А вот маленьких корешочков, корневых волосочков, которые отвечают за всасывание минеральных веществ, у них не хватает. Поэтому они вынуждены вступать в симбиоз грибами и формировать микоризу. Вот травянистые растения, которые преимущественно у нас растут в огороде, томаты, огурцы, другие овощи, цветы, однолетние, многолетние, для них значение микоризы на корнях гораздо меньше. Если взять, например, такое популярное огородное растение, как лук, количество микоризы на его корнях составляет не более 2% от массы этих корней. Почему так важно знать о микоризе? Дело в том, что когда мы готовим почву, когда мы прокаливаем почву, когда мы дезинфицируем почву, конечно, мы одновременно уничтожаем и микоризные грибы. И многие задаются вопросом, а надо ли вносить дополнительные препараты, которые содержат микоризные грибы? Дело здесь в общем. Микориза довольно дорого стоит растение. Это означает, что растения подкармливают микоризные грибы, выделяя глюкозу, другие сахара, другие вещества, в которых нуждается этот гриб. Поэтому у них и формируется взаимодействие. И если вы свои растения содержите в идеальных условиях, а все-таки функция микоризы главная в том, чтобы обеспечивать достаточным количеством влаги и особенно фосфатами растений, ведь фосфаты в почве находятся в труднодоступной форме, а грибы способны их растворять. Вот если вы в полной мере обеспечиваете свои огородные растения минеральным питанием, в этом случае необходимость микоризы у огородных растений практически отсутствует. Поэтому обрабатывать их специально для того, чтобы там завелась эта микориза, не нужно. Даже если вы прокалили почву, даже если вы продезинфицировали почву, и даже если большую часть микроорганизмов в ней вы убили, вы потом все равно высадите свои растения в теплицу, в огород, там, где этих микоризных грибов огромное количество. И в любом случае корни ваших растений эту микоризу найдут, та, которая вам нужна. Если же вы все-таки думаете, что минеральное питание недостаточно, нет возможности купить, например, достаточное количество фосфорных удобрений, или вы сомневаетесь с достаточным растениям фосфорных удобрений, то вам достаточно в вашу продезинфицированную почву добавить небольшое количество надежной почвы, в которой у вас не болели растения. Может быть вы знаете, что в этой почве у вас другие растения уже хорошо росли и ничем не болели, для того, чтобы привнести туда достаточное количество микоризных грибов. Либо же использовать те стандартные микоризные препараты, которые продаются в магазинах. Но на самом деле большей необходимости в этом нет. Многие боятся использовать биологические средства защиты, такие как триходермин или фитоспорин, в связи с тем, что якобы эти препараты убивают микоризу. Ну, что я вам хочу сказать. На самом деле это так. Вот здесь, на этой чашке, в середину был посеян гриб, который называется фузариум сангуцином. Это один из видов фузариума, который не патогенен, который образует очень сильную микоризу у многих растений, но в частности, например, у пшеницы. Очень полезный гриб. И вот здесь вот посеяны бацилы, бацилю субтилис, это бактерии, которые входят в состав микробиологических препаратов. И вот вы можете видеть, что вот здесь, например, посеяно, так сказать, живое начало препарата фитоспорин. Вот здесь вот белорусского препарата бактоген. И вот вы видите, что вот здесь отсутствует зона роста грибов. Гриб не может расти там же, где растет эта бактерия. Опасно ли это? Нет, не опасно. Почему? Потому что ценность вот этих вот бактерий, которые противостоят корневым гнилям, как я уже сказал, в случае достаточного минерального питания ваших растений, гораздо выше, чем ценность этого микоризного гриба. Поэтому пользуйтесь биологическими препаратами. Вот здесь у меня еще на чашечке есть еще более мощный эндагонист. Это основа белорусского препарата, который называется гулевер. Он еще сильнее противостоит этой микоризе. Но в этом нет ничего страшного. Потому что вот эти псевдомонады, которые заставляют основу этого препарата, они еще более полезны, чем сам этот микоризный гриб. А потом при посадке в огород все равно у вас вся земля перемешается, все бактерии там подружатся заново. И в любом случае микориза будет сформирована. Я надеюсь, что этот небольшой экскурс в микоризу, в биологические препараты, поможет вам сделать правильный выбор при уходе за вашими растениями. Я надеюсь, что вы подписываетесь на наш канал. Для этого нажимайте красную кнопку под видео, а также колокольчик, чтобы не пропустить наши выпуски и новые рассказы. Еще очень-очень много интересного. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok